Количество оштрафованных челнинцев за парковку автомобилей на газонах растет, в то время как число самих стоянок стремительно сокращается. В непростой ситуации оказались жители поселка ГЭС. На месте стоянки возводится храм. Против стройки челнинцы не выступают, но просят обратить внимание городских властей на проблему, ведь альтернативы площадке предложено не было. Подробности у Ксении Шулаковой. 50 соток земли на пересечении улицы Гагарина и Фрунзе выделено под строительство храма Николая Чудотворца, и территория уже огорожена основателем забором. Однако совсем недавно здесь была автостоянка, где нашли пристанище 150 автомобилей. Теперь их владельцы вынуждены искать место на проезжей части и внутри ближайших комплексов. Исполком предоставлял земельный участок в аренду под автостоянку. Последний договор был заключен в 2014-м на три года. Больше его не продлевали. В октябре прошлого года земля была безвозмездно предоставлена церкви. Бюкхан Алиев пользовался стоянкой 10 лет. И уже больше месяца вынужден каждый день искать место для своего автомобиля. Вот сейчас машина, толпа, да, где заходит машина. Нигде ставить машину, кругом забитая. У меня тоже своя машина, я её выставляю возле рынка, бросаю. Сегодня автостоянок на всём ГЭСе не больше пяти. Даже в разгар рабочего дня половина места во дворе дома 9-3А занята. Вечером ситуация усугубляется. На такое положение жалуются не только автолюбители, но и пешеходы. Дорогущие машины все наставят. Вот ещё, вот, посмотрите, вы придите, когда тут все тротуары заставлены. Ходить невозможно. Всё хуже и хуже день ото дня. Раньше хоть как-то ставили по краю, а сейчас ведь, вы понимаете, вот все тротуары заставлены. Местные жители надеялись, что хотя бы временно, на период строительства храма, им позволят оставлять машины на прежнем месте. Все понимают, что возведение здания – процесс небыстрый. У вас только есть на руках постановление. Потом на него проект надо, разрешенное строительство надо, согласование надо. Это больше года потянет. Потом уже начнёт их строительством заниматься. Эта церковь будет готова через 15 лет. Однако нынешнее назначение земли – строительство храма. И оказание каких-либо иных коммерческих услуг здесь не предусмотрено. В то же время возведение церкви будет осуществляться на пожертвование. Поэтому вопрос финансирования стоит особенно остро. Нет не только сроков окончания строительства, но даже его начала.